Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хороший он парень, но все равно пусть теперь отвечает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже несколько дней столица Соединенных Штатов окутна грязно-серым туманом, сквозь который не пробивается ни единый солнечный луч. Да, Вашингтон в осаде. В результате чрезмерного загрязнения атмосферы столичная метеослужба объявила смоговое предупреждение. Да чего я такой кислый? Живот болит? Спорт. О, для тебя, Дениска, собака даже самая маленькая и самая мирная может напугать ребенка, стать причиной аварии машины. Ты чего такой мрачный-то? Живот, что ли, болит? Ничего не болит, просто аппетита нет. А, недавно в нашем дворе это закончилось конфликтом. Рыжий пуфик, неизвестно за что, рассердился на трехлетнюю Алену и цапнул ее за пальчик, пожалуйста. Ну, ты готов? Портфель соберу. Здрасте. А, Мишенька пришел. Ну, по тебе часы проверяю. А, Михаил Анакентьевич, мое почтение. Как поживаете? По устному хорошо поживаю, по письменному похуже. Хорошо поживаю после уроков и по воскресенью. И, наверное, совсем хорошо на каникулах. Ага. Ну, скоро ты? Да погоди. О, стоит. Ну, а что? Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Петрович. Утро доброе, друзья. На штурм вершин познания. Ага, Сергей Петрович. Утро доброе, друзья. Как на пенсии-то друзья, Кол Единицыч. Ага. Ты чего такой кислый? Живот, что ли, болит? Живот, живот. Пристали со своим животом. Кислый, хмурый. Решительный я. Здрасте, дядя Павел. Здрасте. Привет, ребятки. Привет. Дом 13, дробь 5? Да. Где газ? Везде. А в чем дело-то? 18-я квартира где? Вон там, направо. Давай. Вон там, в последнем подъезде. Ну что же ты, бежим посмотрим. А вдруг там авария? Конечно, авария. Видал, как примчались? Пошли. Да погоди ты, давай посмотрим. Я стихи не успел выучить. Хотел перед уроками подзубрить. А вдруг спросят. В классе 30 человек и его одного спросят. Струсил, да? И потом вдруг там... Чего? Пожар. И мы спасем кого-нибудь из пламени. Кого спасем? Да Костика же. Или хоть его бабушку. Возьмите, это же их квартира. Бежим. Точно. Укол. Вколю тебе укол. Фантомас. Милый, 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 голубчик мой. Что же мне теперь делать-то? Плохо дело, бабушка. Чего? Фантомас разбушевался. С вас бы гражданка заложенный высов. А на это, как ее, не взорется, а? А то ведь как сомнительно. В милицию обращайтесь. Или в кино, бабушка. Пускай Тимура его команду показывает вместо Фантомаса. Ну, что мне от тебя делать-то? Ой, голубчик, подожди-ка. Ой, что делать? Бежим теперь дворами, а то опоздаем. Ой, не могу. Береги свою плиту. Оно с чакак подзорвется, фантомас. Ну, грамотеет. Да его ж так по ошибкам два счета поймают. Не бойся, не поймают. Бежим. А на Томасу русские письмены ни к чему. Он не русский. Ему главное тайна. И маска. И погони, драки всякие. А то бывает такое, муру показывают. Не кино, а спокойной ночи, малыши. Стоять! 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 Давай, давай! Стоять! 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 Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, тетенька! На щеломой его бери! Отсочи его! Отсочи! Отсочи, давай! Охота тебе! Пошли! Ты чего такой злой сегодня? Отвяжись. Ну расскажи, случилось что-то? Ничего не случилось. Отстань. Это не по-товарищески. Ты мне не скажешь, и я тебе ничего не скажу. Никогда в жизни. Понял? Случилось, Мишка. Я сегодня Лёвку Борина убью. Лёвку-то. Этого замурыша. Ну это ты зря. Как зря? Знаешь, как он меня пеналом по голове треснул? Безоружного. При мне одна промокашка была. Правда, и я его. Она у меня в кулаке была. Главное, обидно. Я его утешить хотел. Он двойку получил. Подхожу. Здорово, говорю, Буля. Развеселить я его хотел, понимаешь? А он пеналом. Он же тебе гильзу обещал подарить. Для телескопа. Нужна мне его гильза. Вдруг он подойдет и скажет. Извини, пожалуйста. Помириться захочет. Помиришься? Нет уж. Тогда я ему в лицо рассмеюсь. Вот так. Ха-ха-ха. Ясно? Да. Лёвка. Ты ждал, ждал, ждал. А ты не пришел. У меня билеты были. Ладно. Пока пусть поживет. Правильно. Пусть поживет. Вы прочтите эту статью. Она очень интересная. Она спорная, конечно. Здравствуйте. В общем, прочтите обязательно. Здравствуйте. Садитесь. Кораблев в доске. Ну, что я говорю? Телепатия. Ну, что же ты, Кораблев? Я тебя зову или нет? В доске. Иди скорее, я тоже сердится. Стихи. Зима. Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетет... Это Пушкин. Да. Александр Сергеевич. Ну, правильно. А я что задала? Что? Ну, что-что. Я тебя спрашиваю. Что я задала? Да что вы, не знаю, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса Раисы Ивановны. Слонов, а у тебя еще будет возможность отличиться. Сядь, пожалуйста. Да, Мишка. Ты чего лезешь? Будто бы я без тебя не знаю, что Раиса Ивановна Некрасова задала. Я сосредоточился, а ты сбиваешь только. Ну? Что? Перестань ежеминутно штокать. Читай стихи. Стихи Некрасова. Поэта. Советского. Что? Какого поэта? Некрасова? Вы же задавали. Читай сейчас же. Если выучил. Заглавие. Мужичок. Тихо ты, пока подскажешь. Урок пройдет. Мужичок с ноготок. Мужичок с ноготок. Мужичонка. Мужичок с ноготком. Мужичок с ноготком. Мужичок с ноготком. Ну, хватит. Хватит. Успокойтесь. Довольно Кораблев повеселил. Не знаешь, так хоть не срамись. Так. Ну, а как насчет кругозора? Помнишь, ты обещал мне выучить название самых больших рек Америки. Выучил? А как же? Хорошо. Тогда назови мне, пожалуйста, самую большую реку Америки. Пи-си-си-пи. Пи-си-си-пи. Слонов. Кораблев. Успокойся. Денис сам вспомнит. Ну, что же ты, Кораблев? Ну, назови мне самую большую реку Америки. Ну, Кораблев. Ну, так какая самая главная река Америки? Вот. Пи-си-пи-си-пи-си-пи-си-пи-си-пи. Ну, так как я provinка нашел. Ха-ха-ха-ха. Нал lod bar. Нал 묻した в базовой России. Нал係 Hasil pu! Ждёмся, violet-явец. Нал係ila-яда. Раиса Ивановна, можно, Ася? Садись. Сыграй. Алексеев! Иди к доске. Посмотрим, какой ты и герой. Миссипи, Миссури, Колорадо, Амазонка. Сидите. Раиса Ивановна, можно вас на минуточку? Сядь на место и приведи себя в порядок. Раису Ивановну срочно вызывают, а сейчас с вами позанимается... Елизавета Николаевна. Елизавета Николаевна. Вот когда вы подрастете, она закончит институт и будет учить вас географии. И астрономии. И астрономии. Товарищ, что там такое? Вы же мешаете. Мальчик, мешаешь мне. Извините, я больше не буду. Садись. А какой у вас сейчас был урок? Вернее, идет. Какой у вас сейчас урок? Литература. Да. Ну что ж, ничего страшного. Я хочу вам предложить не настоящий урок литературы, а продолжить его в новом качестве. Вы не возражаете? Давай! 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 Я не буду вам сейчас ставить отметки. Просто пусть кто-нибудь из вас прочтет нам свои любимые стихи, а мы потом их обсудим. Ну, кто первый? Кто может прочесть любимые стихи? А? Кораблев. Кто Кораблев? Елизавета Николаевна, но я уже читал. Простите у всех. Да, он читал. Только что. Ну и что? Я же... Товарищи, я верю. Но я не собираюсь ставить отметки. Это же не урок. Я же... Ты же... Да читал я. Только что читал стихи. Товарищ Кораблев, я верю. Меня только что спрашивали. Ты... Нет, я прошу прочесть любимые стихи, а мы всех обсудим. Ну, ладно. Ну, ты... Какие нам прочтешь стихи? Он Некрасова очень любит. Да? Ну, давай Некрасова. Отрывок из поэмы Полтава. Это Пушкин. Ну, вы же просили любимое. Да. Извиняюсь, пожалуйста. Тиха украинская ночь. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Свои дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут. Сребристых тополей и листы. Луна с полночной высоты. Над белой церковью... Прекрасно. Над белой церковью сияет. Ничего, ничего. Достаточно. Нам этого достаточно. Ты прекрасно читал стихи. И стихи великолепные. А скажи, Кораблев. Задумывался ли ты когда-нибудь, какую гигантскую научную информацию дает художественная литература и поэзия пытливому уму? Я ко всем обращаюсь. Ну, хорошо. Я вам помогу. Скажи нам, Кораблев, что ты понял в этих стихах? Кто я? Все понял. Говори. Луна, звезды, тополя. Все спит. Да. А вот ученый на твоем месте, даже никогда не бывавший на Украине, между прочим, заметил бы, что, оказывается, Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Дальше. Тихо-украинская ночь. Прозрачно небо. Небо. Звезды блещут. Звезды блещут. Всего одна строка. Прозрачно небо. Звезды блещут. Садись. Садись, Кораблев. Ты нам больше не нужен. А как много говорит нам Пушкин. В этих прекрасных словах оказывается, в это время года количество осадков на Украине минимальное. Поэтому небо прозрачно. Звезды блещут. Дальше. Чуть трепещут сребристых тополи-листы. Одна строка. Но как много она нам говорит. Оказывается, арктические бури, которые сотрясают север земного шара. Оказывается, суховеи, которые потрясают Азию. И страшные ветры, которые сметают с лица земли Западную Европу, не трогают Центральную Украину. В это время года в Белой Церкви нету. Субтитры подогнал «Симон» 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 Внимание, внимание! Лермонтов из Гейне На севере диком Таит одиноко На голой вершине сосна В этих словах Великий поэт сообщает Столк сосна К огне крути Довольно морозоустойчивое растение Вот дурачки дразнятся Она же просто очень география Стоит одиноко Думайте, всего одна праза И сразу становится ясно Что у сосны к тому же Сверхмошные корни Думайте, всего одна праза Ладно, сейчас я его трогать не буду А то подумают, за учительницу заступаюсь Так подумают О, запишите Записываю Запишите Записываю О, запишите Записываю Очень хорошо Товарищ Колоколов Мы как раз к вам и собирались Да Чем могу Может вы повлияете на этих фантомасов На каких фантомасов Да вот Весь дом обклеен Записками угрожающего содержания Жильцы терроризированы Уже есть жертвы По почерку ясно Что писали младшие школьники Помогите, товарищ Колоколов Вы педагог с большим стажем Я уже пенсионер с большим стажем Вот и хорошо Это будет общественная нагрузочка О, нет, нет, нет Увольте Увольте, Сергей Степанович Я работал С обыкновенными школьниками А вы предлагаете мне Каких-то фантомасов Тут скорее необходим Криминалист На пенсии Сыщик Над Петкертом Шерлок Олмс Комиссаром играю Ну, в крайнем случае Знатоки Если это вам больше нравится Мда Ура! 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 Может, отложен до другого раза? Нет, Мишка Другого раза не будет Почему? Понимаешь Я тогда уроки не смогу учить Мысли мешают А я тебе еще громче подсказывать буду А ты слушай Идет? Нет Не идет Я теперь сам все время уроки учить буду Хм Всегда-всегда? Всегда-всегда До глубокой старости Слышь? Что? Певец играет А, ты уже здесь? Сидишь, как воробей на жердочке Ну, иди сюда Будем репетировать Балый Сергеевич, а что-то вы играли? Это Шопен Он мне очень нравится Конечно Раз вы учитель пения Так вы любите разные песенки Ну, какая же это песенка? Песенки, кстати, я тоже очень люблю А это называется иначе Это музыка А музыку я люблю больше всего на свете Ну, а ты? Вот ты Что ты любишь больше всего на свете? Я много чего люблю Только я люблю простое Люблю собак Потому что не всегда Но смок А насморка не бывает Люблю, когда фырчит автомобиль Нюхать бензин Ну, поводи, люблю Только мне волка жалко По телефону звонить Перед зеркалом кривляться Да мало ли чего Мюллера люблю Кого? Да не тот, который гестапо А который в футбол голы забивает А-а-а В разные игры люблю играть Только обязательно выигрываться А если проигрывать, тогда не надо Простое Видишь, как много ты любишь Целый мир Подумаешь А я еще больше люблю всяких разностей Колбасу люблю вареную На спор съем целое кило Пряники люблю Хоть тульские, хоть медовые Ну, про халву и говорить не стоит Скажи прямо, гастроном Так я ж с этого только начал А-а Левка Чего ты? Возьми Настоящая Хорошая какая гильза Мировая гильза Не забыл? Если с другом вышел путь Если с другом вышел путь Веселись дорога Без друзей меня чуть-чуть Без друзей меня чуть-чуть А с друзьями много Что мне снег, что мне дной Что мне дончик проливной Когда мои друзья со мной Что мне снег Поет Ага А правда хорошо, что ты его не убил Конечно А вдруг он талант Как Зыкина Там, где трудно одному Там, где трудно одному Справлюсь вместе с вами Где чего-то не пойму Где чего-то не пойму Разберем с друзьями Что мне снег, что мне с дной Что мне дончик проливной Когда мои друзья со мной Что мне снег, что мне с дной Только про Левку никому ни слова Секрет Когда мои друзья со мной Что мне снег За ты , что тебе дончик проливной Что мне дончик проливной Когда мои друзья со мной Что мне снег, что ты связай Что моя дончик проливной Так да Josh Мишка, Мишка, там новый аттракцион, а еда посмотрим. А чего смотреть? Я и так уже опоздал. Сегодня папа дежурный. Почему? Его очередь. Почему, говорю, дежурный? По уборке или еще почему? По мне. Он сегодня должен меня обедом кормить. Они с мамой чередуются. Ты что, сдурел, что ли? Тебя такого большого обедом кормить? Да не думай, я им тоже помогаю. Я им и за хлебом хожу. Я им и... Им! Сам покупаешь, а потом, небось, сам и лопаешь. Сам-то ты лопаешь. Муха, попадет же мне. Мишка, я мигом. Можно? Мишка, я мигом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто там? Я. Здравствуй. Только я не Фантомас, я Денис. А это ничего. Главное, что ты зашел, откликнулся. Ну, проходи. Садись. А вы что, все-все эти книги прочитали? Все. Почти. Вот это да. А ты любишь считать? Ага. Я тебе подберу что-нибудь интересное. Слушай, Денис, а у меня к тебе просьба. Если у тебя есть время, сходи в магазин. Знаешь, мои все в отпуске, а мне что-то не здоровится. Сердце, понимаешь? Конечно. Я мигом. Сейчас. Привет. Коктейль красная шапочка, интересно. Муссака с тыквой. Фаршированные яйцами. Свиные ножи. Нет, не то. Рагу или язык. Мозги фаршированные с яйцами. Итак, куриное филе, куриная рога идет. Плов с копченой рыбой. Омлет фаршированный крабами. Домашняя птица и дичь. Чихакбили. Что там у тебя интересно? Кур для жарения нужно брать молодые. Подготовка тушки, то что надо. Подготовка тушки курицы. Орешки из заварного теста, пропетролем. В сухарях жареные. Крылышки домашние птицы в белом соусе с рисом. Перья у птицы нужно ощипывать в направлении обратном их естественному росту. Курица с горошком под соусом бешамель. Мясо куриное 600 грамм. Горошек 200 грамм. Шницель по-министерски. С виноградом. Курица одна штука. Картофель еще и семь штук. Перья следует ополить на огне. Пап, а может сделаем шницель по-министерски с виноградом? Не получится по-министерски. Винограда нет. Да. Винограда у нас сейчас нет. А может с ациви? С ациви? Можно попробовать, а то как? Растереть 0,5 килограммов орехов грецких. А, а с ациви ерунда. А то можно, Денис, взять курицу. Облить ее чесночным соусом. Придавить утюжком и получится цыпленок табака, как в Грузии. Давай как в Грузии, только без утюга. А то он может не свариться. Без утюга нельзя. Тогда давай что-нибудь попроще. Ну что ж, самое простое, бульон. Бульон. А ты его можешь? Что я, бульон? Куриный бульон. Что? Горим. А, курица! А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Конечно, хлопотать приходится немало, но ведь какие-то, в общем-то, приятные хлопоты, растить и поливать свежей жизни. И как быстро они растут, а какие способные, они и на льду, и в бассейн, и на фортепиан, а как поют. А зачем она черненькая? Не знаю, сам. Давай, крути баранку, крути, а вдруг поедет. Ух ты, развалюшка. Чем зря время терять, вот вам дело. Отремонтируйте, покрасьте, и будет у вас свой велосипед. А может, еще что придумать, а? Он вообще-то хоть куда. Так что на твою ответственность, Ваня. По-иностранному написано. А, диамант. Я его лет 20 назад купил. Он тогда почти новый был. Давай, Валя, приступай. Инструмент знаешь где. Ну, действуй. Хорошо. Валя, давай, давай. Денис, пошли к Майке Дыхову, он там велосипед строит, всякие детали собирает. Я ему вождь достал. Не могу. Я сегодня на дачу уезжаю. На дачу? Там у нас и речка, и лодка, и собака. За мной скоро тётенька приедет. На машине. Вот это да! Может, вы и меня возьмёте? Конечно, возьмём. Марья Петровна, она добрая. Стой, стой! Стой, стой! Стой, стой! Стой, стой! Опять он приехал! От сюда! До правой лодки! До правой лодки! Ну, ясно, чудик! Давайте в классе! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! И так приехали! От сюда! Вот там, где ясно. Денис, может, это она идёт? Нет, не она. А может, вот эта? Тоже не она. А ну-ка, да я сам посмотрю. Мишка, ты что, на кала-то устал? Ничего я не уставился. Я твою тётеньку ищу. Девочка, отойди от машины. Что вам? Двора мало? Идите играть в другое место. Ну, подкрепка! Ну, чего вы здесь сидите? Пойдёмте к Ваньке Дыхаю велосипед строить. Он там ждёт. Отстань. Понимаешь, мы уезжаем на дачу. Там есть собака и лодка. А может быть, ещё какие детали и достанем. А пока передай это Ваньке. Ну ладно, Костя, пойдём. А то у них там дача, собака, машина, лодка всякая. Денис! Слушай, может, с нами в парк пойдёшь? Что ты, папа? А Марья Петровна? Да? Ну и что? На дачу поедем. Я обещал. Я должен. Ух ты, ах ты! Все вы космонахты! А это велосипед сделай! Они где-то с Денисом пропадают. Денис, а долго ещё ждать? Может, она совсем не придёт? Не знаю. Да. Тогда я пойду. Ты знаешь, Мишка, мы из этого велосипеда вот такую штуку придумаем. Два руля, два седла. Два руля, два, два-тва. Смотри. Два руля, два руля. Может, его позвать всё-таки? Все. Идем. Сейчас. Как грамматику не учишь, двойку все равно получишь. Фантомас. Не отчаивайся, Фантомас. Терпение и труд все перетрут. Штирлиц. Субтитры создавал DimaTorzok Уже успел прочесть книгу? Да, прочел. А что это ты сегодня такой невеселый? А? Случилось что-нибудь? Мария Петровна обещала. На дачу. На дачу. На дачу. На дачу. На дачу. Эта такая такая. Ну? Спасибо. Так тебе просто сегодня повезло. Ты очень много узнал за один день в жизни. Ты прочел книгу про обманщика старого морехода. Тебя обманула, Марья Петровна. Ты не находишь, что все обманщики похожи, а, Денис? Что вы? Совсем не похожи. Ведь старый мореход обманул для того, чтобы спасти свою жизнь. Он был одиноким и больным. Ему негде было жить. А Марья Петровна? Ведь у нее все есть. Зачем же она меня тогда обманула? А, Денис! Дениска появился. Да? Денечек. А мама дома? Позови маму. Одну минуточку. Мам, у тебя от телефона Марья Петровна. Ася. Денис, слушай, с Марьей Петровной поговори сам. Давай. Ася. Мама. Вы слушаете? Ну, так же нехорошо. Ну, что она... Мама нет дома. И вообще никого нет дома. Да? Вы слушаете? Однажды в студенную зимнюю пору Я из десу вышел, был сильный мороз. Кто это? Денечек, это ты? Нет, это не я. Это ты, Денек? Это мой товарищ. А я вас с утра жду во дворе. Никто не знает. Кто это? Какой товарищ? В каком дворе? А вот это... секрет. О, еще один механик бежит. Здравия, дать Паш! Фалька здесь. Здесь, здесь. Он тебя дожидается. Привет, Вань. Привет. Принес? Ага. Давай. Ну-ка, послушаем, что ты на этот раз принес. Какая это нота? Ми. То есть, Ре. Правильно. О, достал. Да чего? Зачем ты нам эти колеса носишь? У нас эти колеса и так, вон, целая куча. Зачем нам эти, вон, люди руководят? Зачем ты это? Устали же от тебя? Зачем нам эти колеса? Вот колесо. Они уже новые. У нас тут целая куча этих новых. Вон, целая куча. Зачем вы нам этот металлолом носите? Что мы собираемся устроить? Мы же велосипед строим, а не какую-то корягу. Вот колесо другое. Вы сами как на нем ездить доводите? Ой. Вот так, берем. Костик. Ты, Костик, хороший мальчик. Ты нам хорошие запчасти носишь. Но когда подрастешь, еще лучше принесешь. А сейчас иди домой. Приверь. Ах, это ты, проходи, раздевайся. У нас гости. А что ж это у тебя руки-то? Строим тандем. Обеденный перерыв. Майку сними. Денечек. Ну что ж ты не идешь чай пить, а? Спасибо, не хочу. Ну, Денис, что же ты, а? Чего ты такой бука? Обиделся на меня, что я за тобой на дачу не заехала? Ничего не обиделся. Нужна мне ваша дача. Ты меня прости, миленький, но я никак не могла в тот день за тобой заехать. У меня, знаешь, было очень важное и секретное дело. Я-то на тебя не сержусь из-за телефона. Так что мы квиты. Ну что ты. Конечно, не сержусь на тебя нисколечко. Я прекрасно понимаю, что ты пошутил. Верно же? Значит, все в порядке. А теперь пойдем чай пить. А на дачу мы еще сто раз съездим. Там у нас есть собака. Нужна мне ваша собака. Солнышко мое. Ты ведь даже не представляешь, как я постараюсь искупить свою вину за дачу. Нужно мне представлять. Но ты ведь не знаешь, как. Я подарю тебе саблю. Нужна мне ваша сабля. Какая сабля? Кривая. Буденовская. Она у вас есть? Есть. А самой она вам не нужна? А мне-то зачем? Я женщина. Зачем мне сабля? Я уж лучше тебе ее подарю. Когда? Да завтра ж. Вот придешь из школы, а она вот там на диванчике лежит и переливается. Криво. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А почему это ты так думаешь? А она мне саблю обещала подарить. Саблю, это хорошо. Какую саблю? Какую саблю? Ась! Какую саблю? Кривую, Баденовскую. Кто? Да, Марья Петровна. Тебе? Да. Нет. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да, вот-вот. А я предупреждала вас, предупреждала, что и в праздники нужно было найти время, чтобы заглянуть в учебник. А ведь диктант был совершенно несложный. Ну да, несложный. Наверное, такие диктанты в 8-м классе пишут. Вот, например, было совсем простое предложение. Мы отдыхали весело и дружно до самого счастливого конца. Ну, Бурин, теперь посмотри, как ты написал до самого счастливого конца. Ну вот, видишь. А вот Миша Слонов хорошо написал. Очевидно, в отличие от вас, он поработал над собой и в праздники. Кол, вколю тебе укол, фантомас. Советую заняться грамматикой, Штирлиц. Как грамматику не учишь, двойку все равно получишь. Фантомас. Молодец, Миша. Молодец. В чем дело, адмирал? Вперед! У меня есть сапля! Какая сапля? Переливает утенышка! Где? Лежит дома и переливается! Ура! У нас есть сапля! Ура! У нас есть сапля, а я ведь белая. И вот тетя сапля. Вперед! Ура! Ура! Дай полететь! Конечно, адам! Ты же мой друг! Ну, когда покажешь саплю? Приходи в гараж к Ваньке, я ее туда принесу! Хорошо! Хорошо! Продолжение следует... 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 Ну что, ребятки, рискнём? Рискнём. Давай. Давай, давай. Поехали. Осторожно. Эх, прокачу. Подержи-ка. Ну что, Дениска, Ванюшка, наверное, нас с тобой покатает, а? А, кудо. Ну, главный механик, занимай своё место. Держись. Поехали. Глядите, до проспекта уезжайте. Счастливо! Вань, Вань, а меня когда покатаешь? Я же вам тоже помогал. Я вам и колёса таскал. И стихи зачинял. Всех покатаю, всех. Только сначала мы с Денисом наездимся по белу свету. Я же вам то был. Глядите, до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй! Держи! На! Ого! Ну, спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok А что? Молодцы! Откуда ехали? Ваша машина? Наша! Совместного производства! Такие неказистые ребята! А прямо химики и механики! А это ваша собачка? Моя! Между прочим, очень ценная собака! Испанский такс! Все, что хочешь, можешь делать! Даже на задних лапах ходить! По-моему, это не такса! Какая же это такс? Такса узкие и длинные! Не знаешь? Так молчи! Это минский такс! Узкий и длинный! Потому что все время под шкафом сидит! А это совсем другая собака! Очень ценная! По кличке Жулио! Ну, Жулька! По-русски! Жулик, конечно, верный друг! Но он не может помочь! Моей беде! А какая у вас беда? Бабушка у меня помирает! А что с ней? Двойной аппендицит! И корь тоже! А я не могу дойти до аптеки! Три дня ничего не ел! Не отходил от постели! Бабушка! Не воите, пожалуйста! Зачем вы так воите? Как же нам не выйти? Как же нам не выйти? Когда мы не можем дойти до аптеки? Чем так стоять и рветь? Давайте скорее рецепт! Давайте скорее рецепт! Нельзя терять ни минуты! Разве можно такой малышне на проспект? Да еще на этой этажерке! Да там сотни тысяч машин, не считай пожарно! Мазы, белазы! Из вас здесь секунду барельеф сделают! Вам хорошо! Вас задавит! А мне отвечай, да? Дай машину, а! Ну да, я быстро! Здесь недалеко, по проспекту! Не верите, да? Жалко на минуту дать свой дредный лет, а бедный заслуженный бабушка пускай помирает, а! Эх вы, частники! Из-за вас такой человек помирает! Послушайте, возьмите собаку! Не бойся, я с тобой вернусь! Прости, друг, шулик! Хорошая собака! Вот все чудики! А вы боялись! Ну-ка, беленький, помоги мне седлать это чудо техники! Как к нему подобраться? Так! Вам 15 минут хватит? 15 минут! 5 минуту дай назад! Ждите меня здесь, не сходите с места! До свидания! Будьте осторожны на проспекте! Счастливо! Ты чего печалишься? Он же нам друга оставит! Ой! Ой, держи ее! Я скоро! Эх, елка, убегай! Держи ее! Елка, ты куда же? Ты же теперь наша! Эх, теперь уже нипочем не догнать! Вон, как сиганула! Вот что значит верный, друг! Мне бы такую собачку! Ну, она же заложница! Ну и что? Он же скоро приедет! Так! Ну, постепенно! Couldn't I? Да! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 И мы отсюда родом, и Васильки, и я, и Тополя, тут все мое, и мы, и мы отсюда родом, и Васильки, и я, и Тополя. На дальней станции сойду, необходимой, с высокой ветки в детство загляну, ты мне опять позволь, позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здрасьте! Добрый день. А что вы здесь делаете? Сижу. А вы кто? Хе-хе-хе... лесник я здесь. Вот, видишь, это всё моё хозяйство. А можно я тоже присяду с вами на ступеньку? Садись, коль не страшно. Ого! А тебя как звать? Меня Денис. А моего Серёжка? А Серёжка в каком классе? Во вторым. Надо говорить во втором. О, это её холодком прикрыло. Видишь, затуманилось. Ешь давай. Спасибо. На здоровье. А ты не подной, ты пригоршней. Вот. А ваш Серёжка уже ел? Ну, а как же не ел? Бывало, и он ел. Почему бывало? Вот, например, сегодня он уже ел? Вот ногу мозолит, терзает. Ну, скажи ты. Серёжка, браток, теперь в городе живёт. Уехал он от меня. А он один отдал её с товарищем. Зачем один? С мамкой? Со своей. Ей, видишь ли, учиться приспичило. Ну, у неё там родные. Друзья, приятели. Разные. Вот и выходит кино. Серёжка там живёт, а я здесь. Не складно, а? А вы не волнуйтесь. Выучатся на машиниста и приедет. Долго больно ждать. Я ещё одну горшточку съем. И забирайте свою малину. Ну, не в этом дело. Возьми себе. Я её просто так собирал. Для всех. Её в этом году столько много. Аж жалко, что такое добро пропадает. Почему пропадает? Кто её теперь будет есть? Вот сейчас приду домой. А дом никого. Собака, да я, вот и вся моя семья осталась. Ты давай нажимай, нажимай. Я её тоже любил гостями. А Серёжка её любил с молочком. Нравится? Угу. Да. Ладно, учёный, твоя голова. Я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Вон, видишь? На пригорочке. В лесочке. Моё село красное. Тут я и соскочу. Ну, бывай, сынок. Смотри, веди себя хорошо. До свидания. На дальней станции сойдут Трава по пояс. Сойду в траву, Как море босиком, И без меня Обратный сколый, Скорый поезд Растает где-то В шуме городском И без меня Обратный сколый, Скорый поезд Растает где-то В шуме городском Растет-то прям как на дрожжах. Люба дорого посмотреть на такую работу. Нравится? Еще бы. Стараемся, стараемся, сил не жалеем. Здорово наградили. И когда был у тебя последний раз, да? Ага. Ничего не было. Пустое поле. Пустое поле. О, шестой. А вон девятка. Ага, вижу, из нуля все не вылезете. Силенок маловато. Сань. Вот и приехали. Смотри, как тебя встречают. Все покрашено, все как положено. Прошу. Александр Петрович, Ау. Вам там Петренко звонил. Хорошо. Собери-ка мне всех мастеров. Сейчас что? Сейчас. Ладно. Денис, далеко не уходи. Хорошо, пап. Я только немножечко посмотрю. Мастер-класс. Я ищу. Сейчас. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Впередусь! Майна, майна! Здравствуйте! Здравствуйте! Гриша! Денис! А что, тяжелый отбой на молоток? А ты попробуй! Ой! Э, нет, так не годится. Ты можешь заклинить его совсем? Наверное, он уже заклинился. Ого! У вас вон какие мускулы! Ничего, подрастешь, годика два поработаешь, тебя больше вырастут. Денис! Извините, это, конечно, за мной. Будь здоров. Денис! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Субтитры закручивают. А помнишь, он головой, нижний угол, с подскока. Ну, так уж и далеко тебе до работы, Саня. Знаешь, Вить, привык я к этим местам. И квартиру в новом доме дают, а уезжать неохота. Понимаешь? А, Николай Иванович! Здрасте. Добрый день. Знакомьтесь. Кораблёв. Васин. Обедаем? Да вот, заправляемся. Хорошее дело. Может, с нами, а? Спасибо. Дом рядом. Значит, здесь ты и живешь. Ха-ха. Вот. Па! Да, смотри, лодка! Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Дядя Саш, мы с вами покатаемся на лодке. Обязательно покатаемся. И порыбачим. Ха-ха-ха. Да. Красиво жить не запретишь. Я тебя еще с погребом познакомлю. Ха-ха-ха. Денис, ты что там делаешь? Я собачку отвязываю. Она побегать хочет. Я сам на булыжнике вырос. Помню, в деревню приехали. Он делом бросился от петуха убирать. Что ж так? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вить сюда. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Аа-а-а-а! КОНЕЦ Ах ты, сорванец! Я тебе дам озоровать! Попался только залп! Вот я тебе сейчас! Какую я ему скорость включила! Ну, кто это детей крапивы жарит? А, ничего. Оно полезно. От радикулита. КОНЕЦ 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 Рука! Страфной! Ой! Слышь, сыграй за меня! Меня подковали! Петька! Пусть он сыграет за меня! Ладно. Гони в те ворота. Я играю за Рыжево. Хорошо. Это нечестно. Гол не считается. Это обман. Гол. Мяч в ворота? Да. Значит, гол. А я так играть не буду. Ударь не по правилам. Это незаконно. Ты из города, что ли? Красивый гол он ему вкатил. Да, размочил с хоу вратаря. Так и каждый дурак сможет. Давайте знакомиться. Меня зовут Денис. Костя. Денис. Алик. Денис. Федька. Судья. Денис. Ну, кто с ума купаться? Денис, а ты бы смог с самой высокой вышки прыгнуть в воду? Он с той, что ли? Конечно, смог бы. Ерунда какая. А вот слабо. Чудак ты, Костя. Вот ты кто. Пойда сейчас. Пошли. Денис, а ты солдатика можешь? Конечно, могу. И ласточкой? И ласточкой. Девять метров. Ну и что? С этой-то самоделки. Хи. Ну как? Слабо? Факт. Слабо. Слабо-слабебо. Дурачки вы все. Вот вы кто. Слабо-слабо! Слабо-бипал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он прыгнул! Он стиганул ласточкой! Солдатикам! Хвосту нет! Э! Э! Неужели вы прям думаете, что я струсик? Нет, мы так не думаем! Ты не струсик! Ты просто забоялся! Олухи у царя небесного! Надо же не проверить, какое у вас тут дно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думай Plozok Вить? А ты вот эту штучку-то видел? Вить! Видел... Денис сядь спокойно Делов-то на копейку, а работает на все сто, а? Сам сконструировал? Да нет, у мальчишки выменял. На жвачку. А, жвачку. Не могу понять. Куда девался мой левый ботинок? Па! Папа! Ко мне! Тут человек! Что? Куда? Да подождите. Виктор! Аккуратнее, аккуратнее. Лучше, чуть-чуть. Лучше, чуть-чуть. Не пускай, не пускай. Тихо. Сами можете идти? Что случилось? Мы проезжали мимо, машина лежала на боку. Шофер кто? За рулем был вот этот, мужчина в очках. Папа! Ты! Говори, где больно. Нигде не болит. Да? Я весь цел. Честное слово. Черт. Папа! Пропустите врача. Папа! 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 Перелом руки. Вы поезжайте себе спокойно, а сынишку мы домой к Александру Петровичу доставим. Папа! Папа! Денис! Денис! Денис, можешь себе представить, ботинок-то оказался в багажнике. Фантастика. А когда моего папу привезут обратно? Мы на их улице асфальт кладём. Аккурат возле вашего дома, Александр Петрович. Да. Там у твоего папы разрешение спросили, он разрешил нам тебя отвезти домой. А моему руль. Дадим подержать. А? Товарищ начальник, разрешите, пожалуйста, ему за руль подержаться. Он даже у нас будет сам править, честное слово. Он даже, если захочет, может сигнал дудеть. А что будет дудеть, а все ему будут завидовать. Пойди сюда, золотко моё. А вы без меня управитесь? Постараемся. Мне помогут. Ну, Денис, ты поезжай, а я скоро приеду. Вот твой руль. Ты посмотри, Кирка, какой папаш у этого огольца. Ведь это не каждый рискнёт. Да. Это что ж, выходит, не хотел девочку жизни решить? Сынам родным рискнул. Выходит, душа у человека геройская, настоящая. Большая, значит, душа. Вот таких-то, Фирка, мы на фронте очень уважали. Пап, не прячься, мама всё видит. Это тебе. Спасибо. Здрасте. Что это такое? Чепуха. Ерундовый перелом. Мам, ты только не волнуйся, у папы всё пройдёт. А вообще знаешь, где он руку сломал? Денис, ты рюкзачок-то снял бы? Мы с папой запускали змея. Змей застрял на самой высокой берёзе. И ни туда, и ни сюда. Папа геройски забрался на берёзку. А там сухая ветка. Вот и на тебе, вот и пожалуйста. Из-за какого-то дурацкого змея столько неприятностей. И скажи, змей был замечательный. Да, действительно, змей был замечательный. Мишка. Бери стол сейчас падать будешь. Минуточку. Звучит и на душе, И на душе. Бери, тупые, ты идёшь на душе. А с друзьями много, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Там, где трудно одному, Там, где трудно одному, Справлюсь в мечте с вами, Где чего-то не пойму, Где чего-то не пойму. Разберём с друзьями, Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда моя друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда моя друзья со мной. На медведи я, друзья, В индуке испуга, Если с другом буду я, Если с другом буду я, А медведь без друга. Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда моя друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда мои друзья со мной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Если с другом вышел путь, Веселей дорога! Без друзей меня чуть-чуть, Без друзей меня чуть-чуть, ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А то, что я вам рассказал, по секрету, не разносите по всему свету. Я же сказал секрет. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok